Басни Крылова Бывает, — рассказывал Люль, — что человек самый умный, самый образованный, даже басни Крылова знает, а нет магнита, и нет ему на охоте удачи никогда. Раз было, приехал такой гость к Саиду из Москвы на охоту самую опасную — на кабана. Гость подумал, зачем ему лезть на клыки, он ведь знал басню Крылова, и по басне знал, что свинья не может глядеть вверх, а если бы могла, то знала бы, на дубу висят желуди, и не стала бы подрывать дерево, откуда ей падает пища, так сказано в басне. И, вспомнив, Крылова гость велел себе устроить помост на дереве и сел туда. Вокруг дерева Люль густо посыпал зернами кукурузы, до которой кабаны — большие охотники. Люль хорошо знал, где проходит самый большой гурт кабанов, и стал там нажимать и завертывать свиней к дереву, на котором сидел ученый-человек. Люль нажимал только тем, что ломал тонкие сучки на кустах. Услыхав этот треск, первый гуртовой сикач Боа остановился, сделал свою кабанию «ффф» и повел весь гурт в сторону ученого. И как только Боа увидал кукурузу, он сейчас же подумал об опасности и поднял голову. Встретился с глазами профессора, сделал «ффф» и все огромное стадо понеслось обратно в чащу. Оказалось, в басне свиньи не могут смотреть вверх, а в жизни глядят. Профессор знал только басни. — Что же это? — спросил я, Люля. — У профессора не было, значит, магнита. Люля ответил, — У этого ученого ни магнита не было, ни дерманта.